Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Поздравляю всех россиян с долгожданным возвращением крепостного права. Вы мучились без крепостного права 162 года полных, и вот на 163 году, наконец-то, по просьбе трудящихся, крепостное право вернулось в Российскую Федерацию. Впервые его отменили в 1861, и вот без него, без него, любимого всеми россиянами, они тарахтели аж до 2023. И вот, наконец, царь Владимир Пух и бояре официально ввели крепостное право. Как вы понимаете, это никого в России не раздражает, наоборот, всеобщий восторг, все счастливы. То есть, россияне теперь получили от Госдумы, которая приняла окончательно и бесповоротно этот закон, что если где-то на каком-то сайте Госуслуг вам пришла повестка, вне зависимости от того, читали вы, не читали, знаете, не знаете, все, вас, как любого другого холопа, можно лишить имущественных прав. То есть, ну, например, запретить вам водить автомобиль, выезжать за границу, заниматься бизнесом, как частный предприниматель, все, а холопленная Россия даже не думает протестовать по этому поводу. А холопы вернулись в свое нормальное состояние. То есть, если бы это не было внутренней потребностью, ну, хоть кто-то бы, ну, возмущался не в единичном, вот, каком-то, на крошечном количестве, а люди бы как-то вышли на улицу и сказали, ну, послушайте, ну, ну, как бы война-то война, ну, 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 ну это же уже рабство полное и безоговорочно. То есть, где-то кто-то на сайте выдает повестку, и человек сразу же поражен в гражданских промах, в имущественных. В принципе, ведь если на сайте Госуслуг в России там вывесить повестку Путину в Гаагу, то Путину на это начхать. Ну, понятно, он же барин. А холопы обязаны страдать. В России четко прошло разделение на господ и челядь. Все, друзья мои, вариантов больше нет. В России вернулось вот это вот то самое пасконное, кондовое, вот это лапотное средневековье, о котором в действительности большинство настроения давно мечтало. Вот это нефиг шастать по заграницам, вот это нечего жить хорошо, потому что и раньше не жили, и привыкать незачем. Все, Россия скатывается в Северную Корею. При этом я поражен, что как бы мы раньше не шутили и не обстебывали перспективы Российской Федерации, оказывается, даже самая буйная фантазия а-ля Оруэлл, она будет перебита реальной жизнью. Знаете, в России больше не смеются над анекдотами. Просто люди думают, что это не анекдоты, а это новости. Фактически сегодня наши анекдоты, которые мы рассказывали про Россию два-три года назад, год, сегодня можно выдавать, и люди будут думать, что это программа новостей. Оруэлл будет посрамлен! Ну, уже фактически российская действительность о фантазии Оруэлла вытирает ноги. Писательского таланта, вообще вот этих вот фантастов не хватает. Люди, которые писали антиутопии, сильно отстают от российской действительности. Такого литературного дара от Госдумы, законодательного собрания, собственно говоря, и самого российского президента с окружением никто не ожидал. Я, честно говоря, не знал, что у них настолько богатая и настолько болезненная фантазия, что в буквальном смысле, не в переносном, в России вернулся рабовладельческий, точнее, как средневековый вот этот вот уклад, потому что до полного рабовладельческого строя пока что дело не дошло, потому что у раба не было вообще ничего своего, а у крепостных, у них были там свой хлев, своя какая-то, ну, хотя бы наполовину своя, какая-то хата, вот что-то такое, и поэтому именно крепостное право. Я уверен, что в самое ближайшее время крепостных будут распределять по господам, то есть вот кому сколько душ, поскольку протеста по поводу закрепостения, закрепостления, я не знаю, как правильно, я плохо говорить по-русски, потому что русский, это же не наш с вами родной язык, правильно? Наш родной язык украинский, наша ридно-спевучая украинская мова, вот. А вот как правильно на их языке, да, собственно говоря, друзья мои, поэтому их язык в Украине ожидает, вот этот русский язык, та же судьба, ну, которая ожидает все мертвые языки. Никто не говорит на языке Римской империи, но до качества Римской империи Россия никогда не дотягивалась. Вообще, даже если отойти от Римской империи, надо сказать честно, что ведь немцы, которые ухитрились Чехию перевести на немецкий язык, тем не менее, сейчас имеют в результате то, что в Праге все вернулись к чешскому языку. И Путин сделал так, что все республики бывшего СССР в ближайшее время, то есть поколение два, по-русски говорить перестанут, потому что кому нужна вот эта вот, ну, отстойная принадлежность к культуре рабов. Ведь русская культура, которая так и кичатся в России, никак не повлияла на рабскую сущность российского населения. Их всех пичкали этим Достоевским, Толстым, Тургеньевым, Чеховым, но не в коня корм. Вы понимаете, русская классика для россиян оказалась голимой туфтой, которая не привела никакому результату. Нулевой позитивный результат. Сколько ни изгалялись все эти там горькие, там все эти там маяковские поэты Серебряного века, нифига, результат, то Путин ввел официально, ну, практически крепостное право, и никто не против. Вы знаете, ни протестов, ни восторгов. То есть Россия вернулась в свое обычное состояние. Но, я кто кажут в Украине, нам свои рубеты, и поэтому я попрошу вас не забыть подписаться на мой канал, поставить лайки, написать комментарии, что вы думаете по этому поводу распространить, по возможности, за что я отдельно буду благодарен вам в соцсетях этот ролик. А победа, победа обязательно, обязательно, друзья, будет за нами потому, что за каждым из нас, не за ржавея.